Всем привет! С вами я, Катерина, и сегодня я покажу, как я раскрашиваю акварелью в раскраске вокруг света на велосипеде. Сейчас я буду делать акварельную подложку, а работу карандашами выложу чуть позже. Уж больно большая она вышла. Я выбрала вот эту иллюстрацию с птицей-носорогом для марафона на тему путешествия, и буду использовать бюджетную акварель фирмы LUTCH. А еще я подготовила две синтетические кисти номер 3 и номер 5 от Эрик Крауза, но как-то так получилось, что все время я использовала только пятерку. Формирую палитру для неба. Хотелось использовать цвета рассвета, поэтому первым цветом будет розовый. Я его хорошенько разбавляю водой, потому что цветовой камень луча этот розовый очень ядреный. Далее беру светло-оранжевый, которым буду обозначать солитые солнцем участки неба и облака. Для переходов на небо мне также понадобится лимонный желтый и теплый желтый. И для наиболее ярких солнечных частей беру ярко-оранжевый. Для верхней части неба мне нужен будет переход от розового к сине-голубому, поэтому добавляю еще фиолетовую фуксию. Синий-фиолетовый И синий-голубой Начинаю раскрашивать небо, начиная сверху. И здесь будет проходить очень легкая и светло-голубая полоса. Затем сразу же наношу синий-фиолетовый цвет, сильно разбавленной водой. Подготавливаю переход к розовому, добавив полосу фиолетовой фуксии. И вношу один из двух основных цветов рассветного неба – розовый. Другим основным цветом будет желтый. Между розовым и желтым необходимо оставить белую полосу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В нижней части неба добавляю сначала лимонно-желтого, также немного желтого слегка добавляю к розовому участку. И солнечным теплым желтым отметим небо, проглядывающее из-за пирамиды. Такой же градиент повторяю слева, меж листьев наших субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова С небом закончили, переходим к облакам. Они у нас совсем не похожи на те, что представлены на картинке, поэтому далее будем импровизировать. Вновь беру лимонно-желтый и прохожу им по облакам, немного отступая от края, тем самым оставляя белые участки и придавая объем облакам. Затем светло-оранжевым и темло-желтым закрашиваю верхнюю левую часть облаков, добавляя им больше складок. Рассмотрим это подробнее. Розовым намечаю рефлексы в верхней части облаков, ярко-оранжевым формирую новые складки, которых не хватает в этом объемном облаке. При этом снизу идет наиболее яркая область и сверху цвет размывается водой, смягчая градиент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова на нижнем облаке также формируем новые складки, нанеся сначала теплый желтый цвет и цветок. А затем усиливая его оранжевым. Даем краске свободно перетекать по мокрым участкам, стараемся не залезть на сухие места складок. И таким же образом раскрашиваем облако посередине. Акварель подсохла и мне кажется, что голубой цвет стоит сделать поярче. Прохожусь опять по небу синей-голубой краской. Затем слегка отрабатываю облака рекламы. И возвращаюсь к розовому цвету. Делаю этот участок неба чуть поярче и повеселей. Чтобы черные линии раскраски не выделялись так на нежном фоне, я закрасила их белой гелевой ручкой. С небом я закончила, приступаю к пирамиде. По бокам пирамиды я бы хотела, чтобы также светилось солнце и добавляю теплых желтых рефлексов. При этом края у меня ярче, ближе к середине прозрачнее. Чтобы картинка не казалась сильно пустынной по цветовой гамме, добавляю розоватых рефлексов на пирамиду. Продолжаю заливать желтым пирамиду, расставляя наиболее яркие акценты на те места, которые должны быть освещены солнцем. Также на палитре вы можете увидеть светло-коричневый и темно-коричневый, а также черные оттенки. Они пригодятся нам для теней. Раскрашивая пирамиду, я пока не уделяю много внимания мелким деталям, так как в дальнейшем хочу проработать их карандашами. Пока я просто делаю акварельную подложку, чтобы раскрасить большие пространства и сэкономить много карандашей. пирамиды. Итак, светло-коричневый у нас базовый цвет пирамиды. Я беру больше темно-коричневый цвет пирамиды. Смешав светло-коричневый и желтый, я получаю цвет для земли. Заливаем все это пространство, не забывая расставить тени. Пирамиды. Пирамиды. Смешав темно-коричневый и черный, а также хорошо разбавив их водой, получаю оттенок для гор и камней. А черным цветом обозначаю тени. Далее я раскрашиваю дерево, на котором сидит птицын носорог. Но это не очень интересно. Простая растяжка светло-коричневого и темно-коричневого с легкими желтыми и розоватыми рефлексами. Набираю палитру для зелени. Здесь классические цвета джунглей. Светло-зеленый, желтый, темно-зеленый, черный и розовый. В желтом я отмечаю рефлексы со стороны солнца. Для зелени слева от нас это правая часть листочков. Редактор субтитров А.Семкин розовым намечаю рефлексы и джунглей стиль листочков. Темно-зеленым и черным отмечаю глубокие тени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Повторяю все то же самое с правой стороной рисунка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дорабатываю тени на пальме почти неразбавленным темно-зеленым цветом и без грязи Добавил субтитры DimaTorzok На этом все! Я показала, как раскрасить акварелью рассвет и сделать акварельную подложку для карандашей в целях их экономии Продолжение следует! Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить следующую часть и вы все еще не подписаны И ставьте лайки, если вам нравится мое творчество Спасибо за просмотр! Пока-пока!